Привет! Сегодня готовлю блюдо с баклажанами. Будет просто, вкусно и интересно. Для первого блюда беру некрупные баклажаны, так чтобы было удобно подавать порционно. И в каждом делаю достаточно глубокий продольный надрез практически по всей длине. Баклажаны готовлю на пару, в моем случае в мультиварке, 25-30 минут. В это время подготовлю начинку. Я беру адыгейский сыр и режу мелким кубиком. Подойдет любой сыр по вашему вкусу. Беру по 2-3 листика мяты и зеленого базилика и измельчаю. Ароматнейшую зелень отправляю в емкость к сыру. Туда же натираю цедру примерно с 1 трети лимона. Добавляю свежевыжатый лимонный сок и оливковое масло. Можно использовать и любое растительное. Кладу щепотку сушеного чеснока, можно измельчить небольшой зубчик. Перец и соль по вкусу. Все перемешиваю и жду, пока баклажаны будут готовы. За это время как раз сыр впитает в себя все ароматы и вкусы. А еще к начинке я добавлю измельченную мякоть помидоров. Но уже в тот момент, когда баклажаны готовы, и я продолжу творить дальше. В каждом баклажане уже есть надрез. Аккуратно раздвигаю половинки баклажана в сторону и при помощи ножа и вилки отделяю мякоть от кожицы. Все же стараюсь сохранить целостность баклажана. Примерно так же подготавливают крошку картошку. Мякоть баклажана немного разминаю вилкой и слегка присаливаю. Выкладываю начинку и украшаю зеленью. Приготовленный на пару баклажан всегда имеет нежнейшую кремовую текстуру. А в сочетании с такой яркой и ароматной начинкой получается просто необыкновенно. В сезон из баклажанов частенько варю замечательный суп. В почти кипящую воду, так же можно взять овощной бульон, закидываю нарезанные кубиком картофель и морковь. С помидора буду снимать кожицу, заливая его на несколько секунд кипятком. Баклажаны чищу и режу кубиком. Как, впрочем, и все остальные овощи для этого супа. Баклажаны пассирую с небольшим количеством оливкового масла до мягкости. Огонь под сковородой чуть ниже среднего. Далее в сковороду выкладываю измельченный репчатый лук, а еще через пару минут кладу нарезанный балкарский перец и помидор. И тушу овощи практически до готовности. В это время картофель и морковь тоже практически сварились. Тушеные овощи перекладываю в кастрюлю. Довожу суп до кипения и тонкой струйкой всыпаю манку из твердых сортов пшеницы. Суп при этом постоянно помешиваю. Варю еще 5-7 минут. Кастрюлю закрываю крышкой и даю супу настояться еще хотя бы полчаса. Хотя самый вкусный он будет только завтра. При подаче можно добавить любимой зелени, а еще немного сметаны. А мне последнее время очень нравится в этот суп влить немного растительного молока, например, из грецкого ореха. Вкус получается умопомрачительный. Казалось бы, такой простой овощной суп. Но уверена, он заслуживает вашего внимания. Со следующим рецептом, думаю, уже многие знакомы. Но покажу вам его в своей интерпретации. Конечно же, и для этого блюда у меня есть баклажаны. Вот такие небольшие и пузатенькие. Итак, каждый из них режу пополам вдоль. Половинку кладу на ровную сторону. И самый край, изогнутый, полностью отрезаю. Далее баклажаны нарезаю на тонкие полоски, не дорезая до конца, там где зеленый хвостик. В глубокую емкость наливаю воду и добавляю соль. Сюда выкладываю нарезанные баклажаны минут на 40. Такая манипуляция позволит ломтикам баклажанов стать более эластичными и гибкими. Чтобы баклажаны полностью находились в воде, потому что они так и норовят всплыть. Сверху закрываю их тарелкой и ставлю небольшой груз. А пока займусь подготовкой остальных ингредиентов. Мне понадобятся тонкие полоски свежей моркови. В этом мне поможет обычная овощечистка. А также фарш для начинки. Я взяла смешанный куриный фарш. Ну а чтобы начинка была ароматной и вкусной, к фаршу нужно добавить яркие пряности. Я кладу соль, черный молотый перец, паприку, молотый кориандр, максимально измельченный репчатый лук и чеснок. И фарш хорошенько вымешиваю. Баклажаны вынимаю и слегка обсушиваю при помощи бумажного полотенца. Каждому из ломтиков баклажана прикладываю полоску моркови. Кладу внутрь небольшой шарик фарша. И аккуратно загибаю ломтик баклажана со всем содержимым вовнутрь в виде петельки. Таким же образом поступаю со всеми ломтиками. Внутренние ломтики из середины прекрасно держатся, не выскакивают обратно. А вот наружные закрепляю при помощи зубочисток. Потом я их просто выну. Далее покажу два лучших, на мой взгляд, способа их приготовления. Первый вариант. Готовлю на пару. Выкладываю веер в лоток. Готовить буду в мультиварке. Остальные экземпляры запекаю в духовке. Выкладываю их в форму для запекания. Здесь обязательно нужен какой-либо соус. Я предпочитаю воду, смешанную с соевым соусом. Заливаю баклажаны с фаршем сверху. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Способ приготовления, конечно же, влияет и на внешний вид, и на вкус блюда. Запеченные баклажаны более темные, но фарш румяный. А вот приготовленные на пару совсем светленькие. Даже мякоть баклажанов почти белая. Ну и финальные штрихи. На каждую петельку кладу кусочек томата. Посыпаю зеленью. И блюдо, которое я назвала пирожер птицы, готово. Запеченный вариант не забываем полить соусом, в котором баклажаны запекались. И к баклажанам, приготовленным на пару, также подаю соевый соус. На мой вкус, это самое идеальное сочетание. Оба варианта приготовления хороши, но баклажаны на пару, это моя нежная любовь. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране. Надеюсь, я смогла вас удивить и заинтересовать новыми блюдами.